Привет, ты на канале Мэджик Пэтс. Да, это Акула, а я Эйван. А я Миша Лайк. А это Акула. Да при чем здесь Акула? Я покемон Юмичу. А я Софи, привет. А я Киса Алиса. И мы продолжаем челлендж, выбирая правильный слайм, чтобы выжить. В прошлый раз никто не выиграл. И сегодня мы точно определим победителя, который получит приз. Да, так что ставь нам лайк. Юмия, убери лапу с моего глаза. Сорянчик. И вот там вот внизу, где поставишь лайк, еще нажми кнопочку подписаться. Пожалуйста, чтобы она скорее стала 2 миллиона, осталось совсем чуть-чуть. Кстати, челлендж сегодня. Эйван, это я говорю. Нет, я. Сегодня челлендж не только у нас, но и на нашем семейном канале Мэджик Фэмили. Где мы снимаем вместе с Аней. Там вышла вторая часть. Покупаем собаке все, к чему она прикоснется. Да, Аня уже снимала такой челлендж. Но вы попросили еще, и она сняла вторую часть. Где она покупает нам все, к чему мы прикоснемся в магазине. Хе-хе. Потом посмотришь этот челлендж, мы ссылку оставим внизу. А мы давайте начинать. И не забудь написать нам в своих комментариях, кто ты считаешь победит. Тем более, эти комментарии попадают в видео. Вот здесь, везде. Так, сейчас я слезу, слезу. Я могу, могу. Ага. Ну что ж, давайте продолжать. Твоя очередь выбирать, Миш. Я уже выбрала вот этот вот розовый слаймик. Окей, но он не совсем розовый, я бы сказала темно-розовый. Он в баночке из-под ниндзя слайма, но по-моему он самодельный. Сейчас посмотрим. Главное, чтобы он помог выжить нашему слайму-гиганту. Так что, если он слишком липкий, все равно он нам подходит по нашим правилам. Да, Софиш, ты абсолютно права. Он действительно слишком липкий, но он все равно нам подходит. Тут еще какая-то фигурка, игрушка. А вот если бы он был засохший, Миша бы баллов не заработала. Да, чтобы проводить эксперименты с вашим гигантом, нам нужно, чтобы он не засох. Поэтому вроде как испорченный слайм в нашем челлендже считается все-таки правильным. Так что Мишка зарабатывает еще один плюс. Мы же играем до пяти очков, наконец-то моя очередь, я хочу вот этот вот черный попробовать. Да, Иван, мы договаривались до пяти плюсиков, но если у кого-то из вас будет одинаково по пять плюсов, мы будем проводить челлендж дальше, пока кто-то окончательно не победит. Ну, 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 ну как, ну что? Пока не знаю, правильный выбор ты сделал или нет, похоже, слаймик засохший. Не может быть, ты его погрей в руках. Ага, так бывает, кажется, слайм испорчен, но потом ты его пожамкаешь, разогреешь, и он нормальный. Ладно, хорошо, как скажете, я попробую. Ну что, спустя пару минут что-то изменилось? Слушайте, пупсики, вы действительно были правы, слаймик стал намного лучше после того, как я его пожамкала хорошенько. Я обожаю лизуны странного цвета, и он черный, это так необычно, и еще в нем белые крупинки, вот эти вот это маленькие пенопластинки. И несмотря на то, что он все равно немножко рвется, в целом слайм нам подходит, так что выбор был правильный. Только по цвету не очень подходит, у нас и так слайм не яркий. Ничего, Ямичу, мы это еще исправим. Ну что ж, Эйвен наконец-то получает свой честно заработанный второй плюсик. Но Миша пока что выигрывает, ей всего два плюса для победы. Я хочу вот этот яркий оранжевый. Так скажешь, покемон, сейчас проверим, правильно ли ты сделала выбор. Это явно диайвай лизун, баночки из-под ниндзя слайма. И он очень необычного, просто огненного цвета. Помните, как-то раз мы распаковывали ярко-салатовый неоновый слайм. Вот мне кажется, этот лизунчик тоже неоновый. А тут еще что-то такое лежит, сейчас достану. Кажется, это какой-то няшный леденец. Ань, покажи, покажи. Смотрите. А, он несъедобный. Прикольная игрушка Чупа-Чупса. Эйвен, это не Чупа-Чупс, это леденец. Только он несъедобный. Прикольная розово-белая колбаска, скрученная в леденечек. Да, очень милая игрушечка. Ну что ж, а слайм действительно, как я сказала, очень яркого неонового цвета. И кроме этого, у него еще какие-то тут украшения, всякие прикольные ништячки, желтый пенопласт и вот эти вот белые штуки, которые я не знаю, как называются, но их можно сжимать. Мы их называем зефирки. Да, они такие прикольные, они расплющиваются пальцами прям. Как-то раз ребята писали в комментариях, как они называются, но я опять забыла. Слаймик небольшой, достаточно хорошо растягивается, тянучий такой, даже немножко, я бы сказала, прилипучий, но в целом абсолютно здоровый и нереально классного неонового вот такого оранжевого цвета. Он аж светится. Мне кажется, когда мы добавим его в ваш лизун-гигант, он будет очень круто смотреться. Реально классно смотрится. Ну а Юмичу, благодаря своему правильному выбору, зарабатывает еще один плюсик и в нашем челлендже догоняет Мишу. Давай, кисалис, удачи. Я выбираю вот этот, темно-розовый, у меня вообще нет ни одного плюсика. Хорошо, кисалис, ты куда пошла? Поэтому тебе и нужно сделать правильный выбор, чтобы заработать хотя бы один балл. Надеюсь, сейчас удача улыбнется тебе. Это необычная баночка на крышке, которой написано Лоу. Неужели бывают Лоу слаймы? Или здесь было что-то другое, а этот лизун самодельный? Ааа, кажется, он испорчен, ребята. Я еле-еле вытаскиваю его из банки, он очень твердый и рвется на кусочки. Он, видимо, засох, и слайм, который выбрала киса Алиса, явно не поможет выжить вашему лизуну-гиганту. Опять отправляется на кладбище слаймов. И у меня опять ни одного балла. Да уж, ну что, Софи, твоя очередь делать выбор. Я опять не знаю, что выбрать, как бы заработать плюсик. Ладно, пусть будет Юмин цвет, желтый, вот этот. Или мой розовый, нет, все, вот этот. Желтый, это мой цвет, ты воспользовалась моей удачей. Да ладно тебе, Юмин, не жадничай, каждый может выбирать то, что хочет. Это опять баночка из-под ниндзя слайма, но в ней явно самодельный лизунчик. И он действительно ярко-желтый. Я бы даже сказала, в оранжевый цвет немножко отдает. Наверное, из-за того, что в нем такие маленькие-маленькие красненькие блески. Он довольно мягкий. Сейчас посмотрим, слишком ли он сильно прилипает к рукам. Вроде отлепляется неплохо, хорошо тянется. Классный яркий лизун, который добавит цвета вашему гигантику. Похоже, в этот раз Софишка сделала правильный выбор и зарабатывает еще один плюс. Ура, у меня бал, я догнала Мишу и Юме. Но, возможно, сейчас Миша тебя опять перегонит. Мишка, давай, что ты выбираешь? Зеленый. Мой цвет салатовый, так что я положусь на интуицию. Ничего себе, Мишка сказанула, положусь на интуицию. Но это же не салатовый цвет. Но на нем все равно написано для Миши. А еще написано, что он очень жидкий. Ооо, он действительно очень жидкий, ребята. Посмотрите, это же даже не слайм, а просто какая-то жижа. Зеленая жижа. Жалко мне нельзя говорить, как это называется. Да уж, Юмичу лучше не надо, а то заблокирует нам ролик. Но, к сожалению, для выживания гиганта такой нам подходит. И поэтому Миша зарабатывает еще один балл. Да, такие лизуны у нас засчитываются. Если бы не челлендж, то он бы не подошел. Я так понимаю, Эйвен, ты выбрал Кока-Колу? Да, ниндзя-кола. Интересно, он правда как Кока-Кола пахнет? Ну, написано с ароматом колы. И лизунчик явно новенький. Так что сейчас узнаем. Давай, открывай его скорее. Да, мне хочется проверить. Ну я открываю, открываю. Ну что вы меня торопите? Тут специальная бумажка. Значит, слайм абсолютно новый. Еще под этой бумажкой фольга. Ее тоже нужно оторвать. И, ого, вы чувствуете это? Вообще колой пахнет. Как будто даже выпить его хочется. Он нереально сильно пахнет Кока-Колой. И что значит выпить хочется собакам? Такое нельзя. Я вам никогда в жизни не давала Кока-Колу. А вот мне действительно его хочется съесть. Он так пахнет колой. Как будто ощущение, что это вот Кока-Кольный мармелад. Знаете, такое бывает. Ммм, аж слюнки текут. Цвет у него, конечно, странненький. Хотя, у Кока-Колы, знаешь ли, цвет тоже не радужный. София, а ты что, на лизуне сидела? У тебя там пахнет чем-то. Фу, Эйвен, зачем ты? Фу. Ребят, по-моему, вы отвлеклись. Короче, слайм действительно очень сильно пахнет колой, да? Желко нам нельзя колу. Конечно нельзя, Покемон. Вы же собаки. А это газированный напиток. Еще и сладкий. Сахар вообще вам опасен. Иногда кажется, что слайм оранжевый. Но на самом деле, он действительно как Кока-Кола, когда ее мало в стакане. Если вы замечали, она не темно-коричневая, а такая бледненькая. А разве Кока-Кола не черная? Нет, Миш, ты что, Кола коричневая? А по-моему, тоже черная. А по-моему, она рыжая. Да вы что, все дольтоники стали? Давайте не будем спорить, ребята. Кока-Кола действительно очень необычный цвет. А этот лизунчик похож на Кока-Кольный мармелад. Мармелад очень хорошо тянется, в отличном состоянии, может быть, потому что он новый. Короче, очень классный слайм яркости, конечно, он вам не добавит, но выбор Рэйвена был правильный. А я-то тебя догнал, Софи, смотри. Рано радуешься, мы до пяти играем. Я хочу вот этот желто-бежевый. А ты уверена, Юмичу, что это желто-бежевый слайм? Мне кажется, это просто баночка из-под крема. А слаймик там может быть любого какого угодно другого цвета. Эм, хватит болтать, открывай уже. Ладно, ладно, я просто предупредила тебя, хотя какая разница, ты же уже сделала выбор. Ну вот, как я и говорила, тут фиолетовый лизун. Причем это, как теперь я вроде разбираясь в лизунах, начала немножко разбираться благодаря ребятам в комментариях, баттер слайм. Да? Я же правильно отгадала? Потому что он матовый, мягкий, легкий, воздушный. Кстати, слаймик отлично тянется, он небольшой, что уже, если честно, непривычно держать в руках небольшой слайм. Хорошо растягивается в пленочку, к сожалению, подобные слайми практически не щелкают и не хрустят. Короче, выбор Юмичу был правильный, еще и цвета вам другого добавим. И я снова догоняю Мишу, мы идем спина к спине. Алиса, соберись, давай. Почему вам всем везет? У меня ни одного плюса. Не ной, не ворчев, выбирай. Пусть хотя бы единый орог принесет мне удачу. Ох, киса Алиса, тебе реально в этом челлендже вообще не везет. Ты не заработала еще ни одного плюса, но не расстраивайся, вдруг, наконец-то, в этот раз у тебя получилось сделать правильный выбор, и ты заработаешь один балл хотя бы, но... Но... Что ж такое-то? Опять ты выбираешь засохший испорченный слайм, и внутри опять кто-то живой. В смысле, я имею в виду какое-то существо. А слаймик выбранный тобой снова зомби, и опять, опять ни одного балла, что ж такое? Киска Алиска в этом челлендже неудачник. Ничего себе, Миш, ты сказанного. Так, я выбираю вот этот красный огненный яркий лизун, и он просто обязан принести мне плюсик. Ну, сейчас узнаем, принесет ли он тебе балл. Лизунчик тут действительно очень яркий, и в нем какие-то зеленые блестки. Причем это не пенопластинки, а мелкий-мелкий бисер. Знаете, такой бывает для украшений. Ох, какой же он красный-красный. В пленочку растягивается прекрасно. Интересно, ребята, которые нас смотрят, какие лизуны любят больше всего. Я уже не раз говорила, что я люблю прозрачные, матовые не очень, и лизуны необычных цветов. Смотрите, я обнаружила тут дырочку, растянула его, и получилось такое колечко из слайма. Ой, Ань, занимаешься ерундой? Короче, я балл заработала. Ладно, ладно, лишь бы поворчать на меня, зато смотрите, как он яркости какой добавит вашему гиганту. Нам нужно побольше таких вот сочных цветов. Так, мы приближаемся к финалу, я снова догнала Мишу, главное, чтобы она сейчас не заработала пятый плюс. А гиганта ваш уже практически всю коробку занимает, скоро начнутся дикие эксперименты. Ага, когда закончим нашу распаковку. Я должна сейчас выиграть, я выбираю вот этот, давай его. Цвет, конечно, ты выбрала, Мишка, странный. Сейчас действительно очень ответственный момент. Если Мишкин лизун, ой, какой он необычный, будет подходить для выживания вашего гиганта. Ух ты, он как прям жвачка, сейчас я его вытащу. То получается, Мишанька зарабатывает пять баллов. И, соответственно, перегоняет Софишу. Но мы играем до пяти, если я ее догоню, придется делать еще один раунд. Да, кстати, слайм нам подходит. Цвет у него, конечно, так себе скажем, но он в прекрасном самочувствии. Смотрите, я его скрутила, и он стал похож на то, что Юмичу ты любишь произносить. Да, его даже мне хочется сказать, на что он похож. А мне нельзя говорить. И не будем этого делать, просто добавим его сюда. Очень волнительный момент, у Мишки пять плюсиков, она практически выиграла. Ой, Эйвен, кажется, у тебя нет шансов. Ну и что, я все равно выбираю вот этот вот. Если Юми ее догонит, у нас будет следующий тур. Хотя, да, ты прав, Эйвен, это еще не конец. Посмотрим, правильно ли ты сделал выбор. Это белый слайм с какими-то цветными штучками. Сейчас попробую его достать, и кажется, кажется, ты, Эйвен, не заработаешь плюсик, потому что он засохший. О, Аня, что это там внутри? Тоже леденец? По-моему, тоже. А, нет, это не леденец, а похожая на него радужка. А это не слайм, а слайм, а желе. Да, к сожалению, Эйвен плюсик не зарабатывает. Давай, Юмичу, догони Мишу, чтобы у нас был еще один шанс. Эх, сложный выбор, ну ладно. Давай вот этого вот синего ниндзю. Ох, нервительно. Давайте посмотрим, что тут у нас. Если сейчас этот слаймик явно DIY... Ой, он даже не синий, он покрашен синим внутри, но на самом деле он фиолетовый. Если сейчас будет ничья между Мишей и Юми, у нас будет следующий раунд. И похоже, он действительно будет, потому что слаймик тянется хорошо. В общем, видимо, Юмичу сделала правильный выбор. Хотя, хотя я бы сказала, что он немножко резиновенький. То есть растягиваться-то он растягивается, а вот назад возвращается хуже. Но все равно он нам подходит. Итак, Юми и Миша набрали по пять плюсов. Значит, тельность продолжается. Я выбираю вот этот розовый. Вдруг правильно? Хотя какая разница, я все равно проиграю. Киса Алиса, ну хотя бы один плюсик заработаешь лучше, чем вообще ничего. Я неудачник. Посмотри. Ой, 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 ой. Кажется, кажется, Киса Алиса снова выбрала неправильный слайм. Не расстраивайся, Киса Алис. Отстань, тебе-то легко говорить. Ну не грусти, Алиска, ну ладно тебе. Да, не расстраивайся, Киса Алис. Ну вот, как-то так у тебя получается. Четко выбирать засохшие лизуны, которые никак нам не подходят. Это не тесно. Почему у меня не получается? Это все заговор. Вы договорились. Специально так делаете, чтобы я выбирала неправильные слаймы. Киса Алис, так не может быть, потому что выбираешь их ты, а не мы. Пока что у нас нет победителя, так что делаем следующий тур. Софи. Так, снова моя очередь выбирать. И если я сейчас выберу правильный слайм, то получается я догоню Мишу и Юми. И если они выберут неправильный, значит может быть ничья. И у меня снова появится шанс выиграть. Я беру вот этот. Да уж, и если опять будет ничья, этот челлендж может длиться до бесконечности. Итак, выбор Софи. Это явно диайвай лизун. Самодельный и что-то он не достается. Так, похоже, Софи, у меня для тебя печальная новость. Слаймик совершенно нездоров, он абсолютно резиновый. Ты, ты, ты точно уверена? Вот, смотри, я соблюдаю все правила. Справедливость. Ну вот, кажется я проиграю. Миша, твоя очередь. Я, 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 пожалуй, сейчас выберу слайм Плюх, вот этот вот. Очень волнительно, у меня есть шанс выиграть приз. Если я тебя не опережу. Такс, это покупной слайм Плюх. На вид вполне себе новенький. Сейчас посмотрим, правильный ли это выбор для вашего лизуна-гиганта. Ну что, ну что? Пока что он подает все признаки жизни. По-моему, Миша сейчас Плюх заработает. Слаймик довольно странного цвета, такой мутно-оранжевый. В нем еще цветные, о, я думала это пайетки, но это фруктики. Маленькие-маленькие мини-гранатики, апельсинчики, лимончики и арбузики. Ну а слаймик тянется, похрустывает. Растягивается не идеально и обратно в форму возвращается тоже не супер. Но все-таки он нам подходит, правда, Лид? Да, он же не засохший, и это главное. Ладно, согласна, добавляем его в ваш гигант. А ты, Софиша, что, теперь за Мишу болеешь? Ну да, если у меня уже нет шансов, то я лично выбираю болеть за Мишу. Я выбираю вот этот коричневый. У Мишки 6 баллов, а у меня всего 3. И это значит, что я, скорее всего, уже не выиграю. Но никогда нельзя сдаваться. Ты совершенно прав, Эйван. Я тоже за такую позицию. Давай посмотрим, что тут у тебя. Не то, что Киса Алиса сдалась с самого начала. Поэтому ни одного плюсика не заработала. Правильно, ребята, никогда нельзя сдаваться. А вот и Васику, похоже, повезло. Аня, ты видишь, какой он необычный на самом деле? В смысле? Он не коричневый и даже не желтый. Приглядись, приглядись, покажи ребятам. Ого, Эйван, да, я поняла, о чем ты. Этот слайм золотой. Так, внутри него какой-то опять кусочек фрукта. Надо его убрать на всякий случай. Мало ли, какие эксперименты вы будете проводить с гигантом. Он немножко жидковат, но какой же он классный. Он реально как расплавленное золото. Только он самодельный. Интересно, как в домашних условиях можно добиться такого эффекта? И это не просто какие-то блестки или краска. Он реально золотой. Может, ребята знают и в комментариях напишут. Ну что ж, несмотря на то, что он прилипучий, как мы договаривались, он все равно подходит вашему лизуну, потому что он его не испортит. Так что Эйван справедливо зарабатывает четвертый плюсик. И вот наступает интригующий момент. У Миши шесть плюсов. И если Юмичу сейчас делает неправильный выбор, то Миша выигрывает. Эх, что же выбрать? Ладно. Я выбираю вот этот. Вот этот? Ты уверена? Точно его? Надеюсь. Ох, кажется, сейчас мы узнаем результат. Во-первых, это баночка из-под ниндзя слайма. Но, по-моему, в ней самодельный лизунчик белого цвета. Сейчас достанем. Ну что? Ну что? Ну как он? Похоже, это здоровый белый матовый слайм. Он прекрасно тянется. А это значит... А это значит, что у нас опять ничья Миша и Юмичу. Знаете, он мне напоминает жевательную резинку. Так хорошо растягивается. И такой какой-то мягенький на ощупь. Негладкий. Хочется даже его пожевать. Он и пахнет ванилькой какой-то. Ну что ж. Окей. Шестой плюс Юмичу, хотя мы играли до пяти плюсов. Мне вообще бессмысленно играть. Ну ладно, выбираю черный. Вот это черная ведерко, да, киса Алиса? Да. Ну вдруг тебе все-таки повезет, и ты заработаешь хотя бы один плюсик за наш челлендж. Будет очень странно, если слайм окажется испорченным. Потому что будет ощущение, что на кису Алису просто заклятие какое-то наложено. Заклятие выбирать нездоровые слаймы. Алис, ну что ж такое-то? Уже правда похоже на какую-то мистику. Ты опять выбрала полностью засохшего мертвого лизуна, который отправляется в наше кладбище слаймов. Ну а у нас между Мишей и Юмичу явная ничья. Все, это бесполезно, я больше не буду с вами играть. Опять моя очередь, я выбираю розовый. Мне уже начинает казаться, что этот челлендж никогда не закончится. Софишка взяла свой любимый розовый цвет и... И у меня снова, похоже, появляется шанс догнать Юми и Мишу. В этом розовом слаймике такие прикольные, как будто пенопластовые штучки. По-моему, такие слаймы называются кранчи, когда в них много всего. Блин, какой же он прикольный на ощупь, такой мягенький, приятненький, классный. И цвет у него такой прям розовый, насыщенный. Софиш, кажется, ты заработала еще один плюс, потому что этот слайм точно уж нам подходит. И отправляется в вашего лизуна-гиганта. Заодно добавит яркости нашему лизунчику, а то что-то он у нас мрачноват. Пятый плюсик для Софишки. Получается, ты нас с Юмичу все-таки не догонишь. А я выбираю вот этот вот темненький. Неужели я выиграю приз? Сейчас узнаем, это ниндзя слайм, или же все-таки это самодельный, который положили в эту баночку, темно-коричневого цвета. И первый раз Мишанька за наш челлендж все-таки ошиблась. Ну вот. Ура, 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 ура. Обстановочка-то напрягается. Если Юми выберет правильный слайм после меня, то она выиграет. Но я тоже, как и София, болею за Мишу. А мой выбор, вот этот вот. Давай его попробуем. У нас почему-то все самодельные слаймы в баночках из-под ниндзя лизунов. Так, фиолетовый небольшой лизунчик. И он, ооо, Эйвен, он практически сплошная жидкость. Но мы договаривались, что такие слаймы нам подходят. Потому что они не портят наш лизун-гигант, а только улучшают его, а то он совсем засохнет. И столько времени лежать. Да, я помню наш уговор. В общем, Эйвен догоняет Софию. У них по пять плюсов. И снова сейчас может все решиться. Я выбираю желтый, потому что желтый это мой цвет, и он приносит мне удачу. Я же покемон. Возможно и правда, Юмич, он принесет тебе удачу. Учитывая, что за тебя никто не болеет. Даже София и Эйвен болеют за Мишку. Ну и что, зато за меня киса Алиса болеет, да, Алис? Я ни за кого не болею. Я вообще не играю, ясно? Ну что, ну что, у Миши есть шанс выиграть? По-моему, я победила. А киска Алиска у нас явно расстроена, что вообще у нее ни одного плюсика в нашем челлендже. И да, этот лизун точно нам подходит. Это был правильный выбор, Юми. И ты заработаешь этим слаймиком седьмой плюс. Несмотря на то, что он очень-очень жидкий. Мы играли до пяти, но все время была ничья. И сейчас у Юми семь плюсов. Ну и где моя корона победителя? Вот она, твоя корона победителя челленджа, как я и обещала. Круто, у меня теперь есть покемона короны. Поздравляю, Юмичу, интересно, в комментариях ребята вот писали предположения, кто по их мнению победит, сбыл листья их догадки или нет. Не знаю, спасибо за приз, я пошла. А нам поощрительные призы-то будут? Корона короной, а вкусняшки, конечно же, достанутся вам всем. Только киска Алиска на нас обиделась и ушла. Ну, значит, она пропустит вручение вкусных поощрительных призов. А вы, ребята, идите смотрите челлендж на нашем канале Magic Family. Да уж, покупаю собаке все, к чему она прикоснется в магазине. Ролик по ссылочке в описании. Увидимся, пока.